Всем здравствуйте! Вот здесь у меня растет кустик зимнего чеснока. Он растет уже не первый год здесь. И вот он у меня, как говорят, выстрелил, то есть пустил стрелку. Стрелка это такая, круглый такой побег. И на конце у него вот такая штука. Она со временем зацветет и чеснок превратится в декоративные растения. Но многие вот эти стрелки выламывают и выбрасывают. А сегодня я вам покажу, как из таких вот стрелок чеснока сделать вкуснейшую. Это или намазка, или паштет. Ну, как бы кто как это назовет, не имеет значения. Классную ароматную штуку. Для начала вот эти все стрелки нужно собрать. Можно их пробовать выламывать. Просто брать вот так и ломать. Но ломаются они очень плохо. Поэтому лучше вооружиться ножом и все стрелки просто взять и срезать. Ну вот я посрезал все стрелки. Срезал стрелки и на всех стрелках срезал вот эти будущие цветочки. Ну, один остал для примера. Стрелки я помыл. И теперь мне нужно их мелко порезать. Итак, стрелки чеснока я порезал довольно мелко. Вот так это все порубил. Сложил в баночку, потому что я дальше буду готовить вот этой банки. Стеклянная, обычная, пол-литровая. И в этот паштет или намазку добавляется всего лишь два ингредиента. Первый ингредиент это соль. Не имеет значения какая. У меня гималайская розовая вот такая вот соль. И второй ингредиент это масло растительное. Лучше всего оливковое холодного джима. Я вот сегодня пошел купить. Но, к сожалению, не нашел того, которое мне нравится. Я люблю итальянское. Поэтому вместо оливкового я буду добавлять льняное. Но можно добавлять подсолнечное или рафинированное. Но лучше всего, когда оно имеет запах. Ну, опять же, это все индивидуально. И еще один момент. Соль добавляется по вкусу. Поэтому я не говорю, сколько именно нужно соли. А относительно масла. Масло добавляется тоже по вкусу. Потому что растительное масло влияет на консистенцию на маске или паштета. Кстати, взбивать чесночные стрелки я буду при помощи вот такого вот обычного погружного блендера. Очень важно. Если вы используете погружные блендеры, вам что-то нужно измельчить. Никогда не ложите продукт, который вы должны измельчить в большую емкость. Емкость должна быть максимально маленькой, чтобы нож хорошо все порезал и перемешал. Ну, собственно, сейчас буду добавлять соль, чуть-чуть масла взбивать. И маслом, количество масла регулировать консистенцию моей намазки, замазки или паштета. Ну, это как кому угодно. Музыка. 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 И так, я все сделал, перебил полностью все стрелки. Получилась вот такая вот паста намазка, он же паштет. Еще один момент. Нужно понимать, что чем младше стрелки у вас будут, чем они моложе, тем они нежнее, тем нежнее будет вот эта смесь. Я чуть-чуть опоздал, ну, совсем на немного, на недельки, наверное, полторы до двух. Раньше было нужно делать это. Просто когда, чем старше стрелки, тем, вот видите, попадаются такие вот волокна. Их перебить, ну, практически нереально. Поэтому, поэтому вот так. Но это, опять же, не мешает мне. Один раз попробуйте, определитесь, что вам нужно. Если вы таких волокон не любите, значит, просто будете следить за стрелками. Вовремя срезали, они должны быть мягкими. Вот так выглядит должна вот эта паста. Теперь, что с ней нужно делать? Ее нужно хранить в холодильнике. Я переложу вот эту пасту, вот такую вот емкость. И будет она храниться у меня в холодильнике. Еще есть один вариант. Положить какую-то широкую баночку, пластмассовую желательно, накрыть крышкой. И поставить в морозилку. В любой момент достали из морозилки, откололи нужный кусочек вот этой вот намазки. И можно добавлять, например, в первое блюдо, в суп, очень тонкий аромат. Вообще, хочу отметить, что это напоминает по запаху чеснок. Но более нежный и ароматный такой, более тонкий, не такой резкий чесночный, понимаете? Поэтому я сейчас перекладываю все в баночку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...